У пустующих будинках у городским поселку Балбаса Варшанского района открыть майстерни. Нерухомость на аукционе набил местовый индивидуальный предпринимательник. У пиралеку майомости, которая не используется, и будет селета выставлена на торги, 245 объектов по всей области. Наш корреспондент Вольгаш Маргун про то, как с легкой руки приватного бизнеса, кинутое по будову, вертается до жития. Имя предпринимательника Эльмана Мерзоева у Витебском районе вядомое о маль кожному. Лауреат звания «Человек года» – меценат, керауник приватного гандлевого предприемства. Некольких годов тому он выкупил пустующий будинок былой колгасной конторы у агрогородку Октябрьская. Капитальный ремонт с заменой усих коммуникаций и празд два годы на первом поверсе открылась акрама. Другие заняли два десятки арондаторов, на третьем разместился офис компании. Теперь для поселка у 2500 жихаров это соправдный центр життя. Я смотрел на здание, надо было работать, надо была хорошая рука. За это взяли это здание. Ну, рассчитывал, тяжело будет. Ну, справились, работаем сегодня. Еще планы есть, как это будем еще строить, будем работать, будем расширяться. Но хочу благодарить руководство района тоже. Они тоже помогли, если где-то какой-то у меня вопрос был, они всегда рядом. Сейчас в планах предпринимательника переобсталевать по будову под мини-готель и открыть тут кафе. Параллельно Эльман приглядая и еще один пустующий будинок у Витебском районе под великий магазин, выбираясь десятка объектов, в которых все это будут выставлены на торги. А лишь вернуться до життя, по счастью не всем по будовам. Только каждая третья, находясь нового властника и новое призначение. Про предпринимательника успеняют не за уседы доступные цены, немалые выдатки на ремонт, отдаленность от областного центра, где сконцентроварный бизнес. По итогам работы 2017 года у нас было необходимо вовлечь в хозяйство наоборот 17 объектов недвижимости. Путем продажи это 12 объектов. На сегодняшний день по итогам работы за 2017 год у нас с аукциона приобретено 4 объекта. Данные объекты будут использоваться под производство лесных материалов, под оптовую торговлю продуктами питания на районе, а также изделия из дерева декоративные. На этих четырех приобретенных объектах более 20 рабочих мест будет создано. Новые працовные места могут явиться теперь и у городским поселку Балбаса Варшанского района. Мясцовый предпринимательник набыл на аукционе одразу два пустующие будинки былой кухни и больницы. Их спробовали продать амаль год. Четыре аукционы оказались безвыниковыми. И урешті побудовы пайшли з молотка за 20% от оценочного кошту. Гата амаль – 3200 рублёв. В 2018 году на аукционах, организованных фондом Витебского баломущества, с учетом состоявшихся сегодня торгов, продано 14 зданий. Из них 10 зданий коммунальной собственности и 4 лесубликанской на общую сумму более 64 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом приблизительно на том же уровне идёт продажа. То есть спрос довольно ровный. Усяго в 2018 году фонд Витебска балмайомость плануя продать 245 пустующих будинков по всей области. У большинства это объекты социальной сферы, былые сельские школы, библиотеки и ФАПы. Вернуть их до життя пропонуют приватному бизнесу. А подписанный не так давно президентом Беларуси декрет номер 7 об развитии предпринимательства, как раз и накированный на подтримку приватной инициативы. Вольхаш Мархун, Леонид Табола, Новины, Витебский район.